Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Мецара. Она очень интересная глава тем, что еще недавно она не называлась Мецара. В прошлом мудрецы, такие как Савадья Гаон, Раши, Рамбам, ну то есть уже не придумаешь круче, называли эту главу Зот Кигьё по первой строчке. Да будет это. И только с недавнего времени называли Мецара. Ну это же Мецара это прокаженный. Слово вызывающее неприятные ощущения. Почему? Почему так произошло? И вообще у Дракова нет других глав актера. Вот написано, что только в грядущем мире мы увидим окончательное превращение тьмы в свет. Мы увидим превращение зла в добро. И для предыдущих поколений, когда еще было много-много времени до прихода Машеха, понимали, что скорее всего зло будет побеждено, снаружи придет. Это первое, что, когда прокаженный, сначала определяешь, человек прокаженный, первое, что его заставляют уйти из стана. И вот эта вот насильственность, она, видно, победа была на зло. Но сейчас, сейчас, и тогда они, кстати, поэтому назвали прокаженным, ведь для них он ощущался не сам, а против желания. Но сейчас, сейчас, они понимали, что в будущем будет иначе, как сейчас. А сейчас очень просто. Мы находимся в шаге от эры Машеха и можем назвать именем прокаженный главу. Мы уже чувствуем время, когда зло превратится в добро. А те, кто находятся за станом, они станут праведниками. И свет вот через стену нам уже пробивается. Знаете, вообще вот надо верить, верить в Бога, верить в то, что все правильно и что хорошо. Это идеальное состояние человека на земле. Когда он абсолютно уверен, несмотря на все, что Бог знает, все будет хорошо. Расскажу короткий пример. В книге, я когда-то рассказывал, обид яков, приводится обычай, по которому марокканцы, которые собирались подняться в землю Израиля, приходили к рабе Абуха Цира и получали благословение. И вот один пришел, он вдруг начал плакать. Он говорит, что ты плачешь? Он говорит, да я неграмотный, ни одной буквы не знаю. Я зарабатывал в маленькой лавочке, а что я буду делать в святой земле? Там все читают, все умные. Рафа его успокоил и сказал, творец питает и обеспечивает каждого. Тому, кто умеет читать и писать, он дает заработок один. А тому, кто этого не умеет, он дает заработок другой. Иди. Все. Поселился он в земле Израиля, и сын его устроился на работу в учреждении, который разрабатывал оружие. И в это время по дороге он выяснил, что есть огромная проблема. Куча секретных чертежей. Их нельзя видеть никому, но их надо уничтожать. Где найти человека, не умеющего писать и читать в Израиле? Тут, для тебя знаю, это мой отец. Инженер передал имя отца, и проверили, убедили, что это то, что надо. И взяли его на работу. С утра до вечера уничтожал секретные планы. Прошло 30 лет. Он вышел на пенсию. Ему выплачивали хорошую пенсию. Ему скучно было. Он пошел к рабу. Давиду Абухацира, сыну Абухацира. Я сказал, ваш отец обещал мне заработок на всю жизнь. Для меня вот сейчас я пошел на пенсию. Раб мог сказать, что пенсия тоже доход, но он сказал, не беспокойся. Если мой отец обещал, так и будет. Прошло несколько дней. Он получил срочный вызов. Ему не нашли замены. Предприятие трещит от скопившихся бумаг и вернитесь, пожалуйста, на работу. Теперь он получал двойной заработок. Пенсию и зарплату. Так устроен наш мир. В это надо верить и смотреть. Люди говорят, вот если бы сейчас раздвинулось море, если бы... Да вы всмотритесь, море раздвигается каждые 10 минут. Я приведу вам специально сейчас... Не показываю, сейчас приведу пример. Ведь смотрите, мы с вами Этрог во время суки, значит, заносим его. И вот... Этрог это лимон. Я его кладу возле себя. Есть лимон. И лимон держится, ну, неделю-полторы. Этрог лежит у меня год. Вот этот Этрог. Вот он сейчас, этот Этрог. Вот я его показываю в таком состоянии. Скажите, пожалуйста, без холодильника, без специальных средств. Просто стоит Этрог. Год лимон стоит без ничего. Это великое чудо. Человек должен, наверное... Ничего не происходит. Ничего не происходит. Все чудеса вокруг нас. Все, что с нами происходит, чудеса. Все, что мы видим, чудеса. Надо открыть глаза. И мы увидим, что чудес больше, чем надо. Просто со зрением и со слухом у нас не все так хорошо. Поэтому уже рядом Машех, уже рядом освобождение. Но надо работать. Нельзя просто сидеть и ждать, открыв рот, когда упадет это все в рот. Брахава от слуха. Всего самого лучшего.